Здравствуйте, меня зовут Ольга Владимировна, я ветеринарный врач зооцентра «Нежный зверь» города Санкт-Петербург. Хотела бы вам показать правильную технику проведения подкожных и внутримышечных инъекций. Если вы делаете в домашних условиях, то желательно иметь помощника, потому что не каждое животное захочет, чтобы его фиксировали и делали ему уколы. Для подкожных инъекций удобнее всего фиксировать животное в положении сидя либо лежа на животе спиной вверх. Для внутримышечных инъекций животное лучше фиксировать позе лежа на боку. Если это крупное животное, собака крупная, можно стоя. Для подкожных инъекций подходят в принципе все те же шприцы, что и для нас в медицине, то есть не существует каких-то специальных иголочек. Углу мы держим всегда срезом вверх. На холке делаем рукой складочку и колем препарат, держа шприц параллельно позвоночнику животного. Не перпендикулярно, а параллельно. Колем себе, грубо говоря, под руку. Если животное сильно пушистое, вы можете ошибочно ввести иглу в толщу шерсти, в подшерсток и вылить все лекарство. Поэтому перед тем, как ввести все, дайте пробую небольшую дозу. Если вы видите, что шерсть вокруг сухая, нигде ничего не стекает, значит вы кожу проткнули, вы в подкожной жировой клетчатке можете смело вводить препарат. При внутримышечном введении в лекарство нам нужно ввести препарат непосредственно в толщу мышечной ткани. Для этого подходит область бедра задней конечности. Вводить иглу нужно перпендикулярно мышцу, лучше сбоку, то есть не сзади, как обычно рекомендовалось. При введении иглы сзади, если животное начнет активно сопротивляться, есть больший риск повредить седалищный нерв, чем при введении иглы сбоку. Обязательно держите лапку, в которую колите, чтобы не обломать иголочку, чтобы не сделать излишне больно животному. Наш короткий обучающий курс закончен. Всего доброго, не болейте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова